МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.00 в Новосибирске области. Это время вечерних новостей на канале ОТС. В студии работает Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Старинные рецепты и современные технологии. Насколько снизит новая производственная линия стоимость буханки хлеба? Правила заселения. Как получить комнату в общежитии или арендовать квартиру? Иногородние студенты штурмуют агентство недвижимости. Кто рискует, а кто пьет шампанское? Смогут ли сибиряки пробиться в народную сборную и сыграть против сборной России по футболу? Трагическая новость пришла сегодня из Карасукского района. Четыре человека погибли после страшной автомобильной аварии. Минувшей ночью фура протаранила припаркованную на обочине Хонду, в которой спали пять человек. В результате столкновения седан вылетел в кювет и перевернулся. Три пассажира иномарки скончались еще до приезда карета скорой помощи. Один умер впоследствии в больнице. Единственный выживший пассажир находится в тяжелом состоянии. Смартфоны, которые приобретают сибиряки, лидеры народного антирейтинга качества. Потребители все чаще жалуются на приобретенные гаджеты. Далее в списке сфера услуг. Несмотря на то, что в целом число обращений в отдел по защите прав потребителей за первые шесть месяцев текущего года снизилось, жители города и области не хотят принимать плохое обслуживание как данность. Алья Арзаева выяснила, на что именно жалуются. Модный смартфон Юлия купила недавно, но дорогой новинке радовалась недолго. В первый же день обнаружила брак. Не ловила сеть сотового оператора. Замена сим-карты не помогла. Пришла в магазин с просьбой обменять товар ненадлежащего качества. Договориться мирно не удалось. Решила написать претензию в отдел по защите прав потребителей. Сегодня жалобы на некачественные телефоны лидируют среди всех обращений в департамент по социальной политике. Производители каждый год, наверное, что-то выбрасывают на рынок более новое с новым функционалом. Поскольку есть предложение, спрос он всегда, наверное, будет, если будет платежеспособность определенная. В этом сегменте рост есть. Именно по сотовым телефонам увеличение составило на 14%. Законодательно закреплено, что сотовый телефон нельзя вернуть в 14 дней, если в нем нет недостатков. Это товар, который подлежит возврату только при наличии недостатка. Дальше в списке обращений некачественная одежда и услуги. Отделы департамента есть в каждом районе. Консультация юриста бесплатна. В итоге большинство споров до суда не доводят. Так и после обращения Юлии проблему решили. Телефон поменяли на новый. Алия Арзаева, Александр Кабукин, Новости ОТС. Академгородок готовится принять химиков со всего мира. Юбилей известного профессора в Сибири отметят в Международной конференции «Химическая биология». На ней ученые представят свои разработки – новые лекарственные препараты. Рассказывает Екатерина Киселева. Открытия не совершаются в одиночку. Международная конференция по химии соберет ученых со всего мира, и они поделятся своими исследованиями. Один из участников, Ярослав Старосельцев, работает над дизайном универсального лекарства. Созданное средство позволит определить, где именно в клетке находится зараженный ген и как удалить его. Таким образом, каждый раз, нося незначительные изменения в структуру нового препарата, ученые смогут создать уникальное средство. Оно может работать только в высоких концентрациях, и, соответственно, оно не может быть применено на человеке, потому что будет опасно для других. Сейчас мы работаем над уничтожением концентрации. Новые лекарства называют поколением интеллектуальных. У каждого из них определенная задача – противостоять гену конкретного заболевания. Для ученых они работают по принципу «есть мишень, есть направленный агент». Попав к нужному месту, созданные молекулы могут уменьшать опухоль и корректировать мутацию. Но есть нерешенная проблема – как доставить действующую кислоту именно к поврежденному гену? Проблема доставки – это вот сейчас, я бы сказала, самая серьезная проблема, которую весь мир пытается решить разными случаями. Но вот моя точка зрения, что ее не надо решать глобально, ее нужно решать для каждого конкретного случая. То есть если вам нужно, допустим, доставлять в клетки меланомы, вот разрабатывать эти системы для доставки в клетки меланомы, потому что каждый тип клеток характеризуется своими уникальными особенностями. Репарация ДНК, то есть восстановление, мешает лучевой и химиотерапии лечить зараженные клетки. Ученые пытаются остановить этот процесс с помощью ингибиторов в переводе задерживающих препаратов. Они помогут сделать противораковую терапию более эффективной. Один из самых действенных ингибиторов новосибирские ученые уже запатентовали. Именно здесь, в Институте химической биологии и фундаментальной медицины, начинается разработка новейших терапевтических препаратов для лечения серьезных заболеваний, например, рака. От моделирования необходимых соединений до получения лекарства может пройти 10-12 лет, а финансовые затраты на такие испытания обычно превышают 1 миллиард рублей. Сократить время разработки и уменьшить финансирование помогают компьютеры. С их помощью ученые виртуально моделируют нужные соединения и без практических экспериментов проверяют, могут ли они стать основой для лекарства. Современные аппараты помогают и в создании таких соединений. Вот этот синтезатор смешивает необходимые компоненты за полмиллисекунды. Оснащение новосибирских лабораторий уникально. Для работы в них ученые приезжают даже из Москвы. Приехали в институт в Новосибирске, потому что у нас налажен хороший контакт с коллегами. И здесь сотрудники помогают нам правильно и аккуратно поставить эксперимент, обсчитать полученные данные. На основе исследований и репарации ДНК создано множество препаратов для лечения различных заболеваний, в том числе и противовирусных. Сейчас ученые получили российский патент на антираковые моностимулирующие РНК. Эта кислота уже проявила свои свойства, вылечив клетки грузунов от меланомы. Ученые подали заявку на получение международного патента и передачу выявленной формулы для клинических испытаний. Екатерина Киселева, Сергей Жданов, Новости ОТС. Кому предоставляется общежитие практически за месяц до начала занятий в вузах к столице региона, начали прибывать иногородние студенты, чтобы решить насущный вопрос, где жить во время учебы. Наибольшей популярностью, как известно, пользуется дешевое жильем возле университетов и институтов. О доступных подратных метрах и бюджетных вариантах в нашем следующем сюжете. Комнату в общежитии можно получить в порядке очереди. Первыми заселяются иногородние студенты. Но если вы поступили в учебное заведение вашего города и вам сложно добираться, то комнату можно будет получить только при наличии свободных мест. Аренда жилья также возможна возле вуза. Но поиск вариантов лучше начать уже сейчас. Ксения Кулагина живет в Новосибирске. Институт, в который она поступила, находится далеко от ее дома. И на дорогу Ксения будет тратить до 4 часов в день. Теперь студентка не знает, что ей делать. Ездить очень далеко, а комнату в общежитии придется делить с соседями. Я ездила в Новосибирске, но ездить из города до академгородка каждый день – это невозможно. Поэтому я хочу получить общежитие, но я не знаю, как это все происходит. Меня вроде бы включили в списки, но на ком я месте, когда я узнаю, смогу ли я получить комнату, кровать, что-то в этом роде. Непонятно. В студенческих городках стараются максимально упростить процедуру. Для этого каждого студента, которому нужно общежитие, заносят в базу данных университета. Дату заселения можно увидеть позже, на сайте. Это помогает контролировать поток первокурсников, которым нужно жилье. Родители студентов пытаются приехать в первый день. И, соответственно, исходя из того, что чем раньше приедем, тем лучше места достанутся. И в первый день, как правило, раньше был наплыв очень большой. Соответственно, мы разделили их, то есть снизили эти пиковые нагрузки и на заведующих, и в основном на родителей, и абитуриентов, чтобы они часами не простаивали в очереди и так далее и так подобное. Проблему жилья можно решить и другим путем. Арендовать комнату недалеко от вуза. Но этот вариант подходит далеко не всем. Найти хорошего соседа сложно, а платить аренду одному накладно для обычного студента. Средняя стоимость комнаты начинается примерно от 7 тысяч по линии метро. Понятно, что у нас все институты расположены в центральной части города, за исключением Академгородка, либо Левого берега. 7 тысяч, можно за 6,5 найти, если это будет комната студии. От 9,5. Если будет немного отдаленный, Кировский район от 8. Чтобы подать заявление на получение комнаты, нужен паспорт, медицинская справка и сертификат о прививках. Ксения уже знает, что остальные документы ей нужно будет принести после заселения. Общежитие поможет ей сэкономить на времени и средствах. Она надеется, что комнату ей все-таки дадут. Марина Шевченко, Александр Егоров, Новости ОТС. Автоматизировать линии и ускорить темпы выпечки. В одном из крупнейших хлебокомбинатов в Новосибирском сегодня запустили новую линию производства. Это позволит готовить и поставлять на сибирский рынок хлеб мирового качества. Об уникальном оборудовании, которое специально для этого установили на комбинате, в нашей постоянной рубрике «Точки роста». Эти румяные буханки с полушару одними из первых приготовлены на новой линии производства. Рецепт старый, создан еще в 48-м году прошлого века, когда комбинат только начал свою работу. Оборудование новое из Словении, единственное за Уралом у нас. Процесс полностью автоматизирован. В этом цехе немноголюдо. На обслуживание новой линии по производству хлеба хватает всего четырех сотрудников. Причем человеческие руки нужны лишь для управления оборудованием. Непосредственно готовит хлеб машина. Месяц тесто делит на порции, выпекает, охлаждает и нарезает. Рабочий лишь нажимает на кнопки и контролирует процесс. Возможных ошибок меньше. Человеческий фактор исключается. А значит и продукция стабильно высокого качества. На сегодняшний день это и расширение линейки, и на сегодняшний день это возможность дальнейшего роста. Так как у нас практически 30% перейдет со старых печей на эту линию, а здесь у нас 70% возможность дальнейшего роста. Линия может произвести более 20 тонн хлебобулочных отделей в сутки. То есть у нас рост около 15 тонн в день мы планируем. Для сравнения, на старом оборудовании производили 9 тонн в сутки. Сейчас около тонны в час. За счет полной автоматизации процесса стоимость одной буханки будет ниже рыночной, говорят специалисты хлебокомбината. Проект осуществили за счет федеральной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. С этого года участвуют и в проекте по выращиванию зерновых культур в регионе. В Ордынском районе засевают поля элитной пшеницей. В планах освоить и залежные земли Новосибирской области. Мы сегодня видим перспективу развития агропромышленного комплекса нашего самого всего. И животноводства, и растеневодства. И самая главная задача сегодня, вот этот приростной механизм в агропромышленном комплексе превратить в глубокую переработку, что явно недостаточно на территории Новосибирской области. Поэтому те преобразования, которые идут в хлебопеченье, мукомольные, в отрасли нам принципиально важны. Хлебокомбинат постоянно модернизируется. Только в прошлом году на техническое перевооружение вложили 262 миллиона рублей инвестиций. На сегодня выпускают больше 200 видов кондитерских и хлебобулочных изделий. Хлеб инского комбината попадает не только на полки новосибирских магазинов, но и уезжает в регионы от Урала до Дальнего Востока. Елена Мирошниченко, Антон Мамаев, новости УТС. Малышей с аноректальными пороками развития в регионе рождаются не больше 10 в год. Их лечением в областной больнице занимались всегда. Но раньше, чтобы облегчить состояние маленьких пациентов, шли на полостные операции. А теперь медицина сделала шаг вперед. При лапароскопии вмешательство минимальное. Проводят операцию сразу две бригады хирургов. О том, как это происходит, расскажет моя коллега Наталья Цопина. Позади вторая операция. Сидеть пока нельзя. Юному пациенту хочется на ручки, его маме домой. Выпишут их уже совсем скоро, чтобы через несколько месяцев вернуть обратно. На последний этап хирургического вмешательства. У малыша врожденный порок развития толстого кишечника. Отрезея прямой кишки. Врачи говорят, аноректальные пороки одни из самых сложных в детской хирургии. Раньше таким пациентам делали большие разрезы. Теперь вмешательство минимальное. Всего три прокола. Осложнений при этом намного меньше. Первое, это дает хороший косметический результат. То есть эстетическая хирургия, она должна и присутствует и в детской хирургии тоже. Это немаловажно, когда у маленького пациента нет следов после наших вмешательств. Второе, это быстрая реабилитация пациентов. То есть мы их быстро поднимаем на ноги, в короткие сроки забираем из реанимации. И восстановительный период значительно идет быстрее. В последнее время на операционный стол попадают все более юные пациенты. Лучше всего успеть до года, объясняют врачи. Иногда удается добиться положительного результата за один этап. Все зависит от конкретного диагноза. Возвращаются в отделение подростки, которые раньше были прооперированы по старой методике. Сейчас подход другой. Приходится коррегировать. Медики говорят, важно не только восстановить анатомическую структуру, но и добиться того, чтобы орган начал функционировать. И работал полноценно. Процесс реабилитации у этих детей с таким пороками развития он всегда, как правило, долгий. Здесь, конечно, большую роль играет родители ребенка, как они им занимаются. Отчего и зависит уже их дальнейшая социальная адаптация. В Сибири такие операции практически не делают. В Новосибирской области только в хирургическом отделении областной клинической больницы. Потому и едут сюда ребята из разных регионов не только России, но и из-за рубежа. Наталья Цойпина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Народный вызов. Любители футбола по всей стране готовят свой ответ профессионалам. После неудачного выступления сборной России на Евро, болельщики в интернете объявили о создании народной команды. Цель – матч против сборной России. Неизвестно, примут ли приглашение на эту принципиальную. Для всех, кто любит футбол-игру, известные футболисты. Но те, кто бросил им вызов, посещают тренировки и серьезно верят в идею народной сборной. С новосибирскими участниками проекта познакомился Сергей Федотов. Мы хотим вызвать сборную России на матч. И пускай сборная докажет, чего она стоит. С таким громким заявлением двое болельщиков из Москвы обратились ко всей стране. С призывом организовать народную сборную России, состоящую из игроков-любителей. И создали специальный сайт, через который можно подавать заявки на участие в проекте. Пока стать игроками альтернативной национальной команды захотели больше ста человек. Один из них – Павел Трегуб из Новосибирска. Чтобы футболисты основные не расслаблялись, потому что видно, что им не хватает мотивации. А народ хочет увидеть большего. Я думаю, есть польза от этого. В июле одной из самых обсуждаемых тем в стране стала петиция о распуске сборной России по футболу. У ребят из народной сборной нет цели вмешиваться в работу Российского футбольного союза. Главная задача – найти талантливую молодежь, которая будет готова потягаться с профессионалами. Подобные проекты уже организовывали в нашей стране. Например, молодежная футбольная ассоциация, созданная энтузиастами, поспособствовала появлению 40 любительских команд по всей России. Одна из таких существует и в Новосибирске. Был осознан ФК-центр команды в 2017 году. Основной целью было собрать ребят, которые играют на улице, во дворах, в зале, в приятных качественных условиях. Объединить их, чтобы они и в будущем после футбола оставались дружны. На данный момент обращение организаторов народной сборной посмотрели почти 800 тысяч человек. Положительно к идее отнеслись депутаты Государственной Думы. Сами же игроки главной сборной России пока на тему товарищеского матча не высказывались. Но даже если поединок не состоится, создание народной сборной России пойдет на пользу отечественному футболу. В этом убеждены ее создатели. Сергей Федотов, Алексей Зубила, Новости ОТС. Информационные итоги дня смотрите в 20.30. Я с вами на этом прощаюсь. До свидания.